Здравствуйте! С вами обыкновенные рецепты здоровья и вот что вы сегодня узнаете. Как поступить, если ребенок получил солнечные или бытовые ожоги? Самое интересное исследование во время беременности. Действительно ли безопасны эти виртуальные встречи с ребенком? Топ напитков, которые помогут справиться с жаждой в жару. Такие привычные, такие назойливые, острые, продолжительные, ноющие, боли в спине. О методах лечения остеохондроза. Об этом, а также самые свежие интересные новости здоровья в ближайшие полчаса. А начнем обыкновенные рецепты здоровья с дня медработника, который отмечает каждый год в третье воскресенье июня. Наша редакция от всего сердца поздравляет медиков с их профессиональным праздником. И следующий сюжет посвящается вам. Сериалы и фильмы про врачей и больницы популярны, пожалуй, всегда. Это во многом объяснимо, ведь в жизни мы сталкиваемся со сдержанностью медицинских работников, а в кино врачи предстают в глазах зрителей совершенно с другой стороны. Теледоктора стали героями любимых журналов. На них рисуют карикатуры, пародируют. Их шутки ушли в народ. Все идиоты и все врут. Ну, самые запоминающиеся, наверное, что это? Если вы не хотите портить отношения, не мешайте человеку врать. Ну, фраза доктора Быкова. Клинические идиоты должны держаться группами, по одному вы пропадете. Наша программа составила рейтинг 5 самых ярких образов врачей в кино и их прототипы среди казанских докторов. Начнем с пятого места. На последней строчке хит-парада талантливый хирург Ольга Самойлова в исполнении актрисы Ольги Будиной из сериала «Земский доктор». Молодая, милая, улыбчивая и при этом профессионал своего дела. В Казани мы нашли доктора практически один в один. Это кандидат медицинских наук, врач-невролог Шагиева Диляра Рахимовна. Тоже молодая, тоже красивая и при этом профессионал своего дела. А вот на четвертой строчке хит-парада расположился… Добрый доктор Альболит, он под деревом сидит. Приходи к нему лечиться. И как ни странно, в нашем городе также есть свой добрый доктор, который у сотни детей ассоциируется с Альболитом. Известный детский лор-врач Рафаилов Виктор Владимирович. К нему приезжают пациенты со всей России. К каждому ребенку у него свой подход. И каждый малыш после знакомства с ним оставляет в клинике вот такие милые рисунки. Вот мы и добрались до третьей строчки. Врач-акушер-гинеколог Петр Бондаренко, он же Анатолий Попанов, из фильма «Дети Дон Кихота». Кто вам разрешил встать? Немедленно ложитесь. Доктор, он плачет. Кто плачет? Он Витинка. Вы слышите, это его голос. Это вам показалось. Немедленно ложитесь. Ну хорошо, хорошо. Я проверю. Только немедленно в постель. Его номер 23. И в нашем городе есть невероятно похожий доктор, как внешне, так и профессионально. Это тоже врач-акушер-гинеколог, профессор, также многодетный отец Хасанов Албир Алмазович. Попробуйте, найдите отличия. На почетном втором месте расположился циничный мизантроп Андрей Евгеньевич Быков. Из популярного сериала «Интерны». Поиск прототипа среди казанских врачей завел нашу редакцию прямо, скажем, в тупик. Если этот нелегал надеется, что его просто депортируют в Америку, то использованную пробирку ему на воротник умрет здесь по старой доброй русской традиции больно и унизительно. А казанский Иван Ахлобыстин оказался у нас под самым носом. Добрый вечер. Вы смотрите программу ОРЗ. И я, Аркадий Томилов. Аркадий Томилов – экс-ведущий программы ОРЗ, в прошлом педиатр и ортопед. Аркадий сменил профессию врача на телевизионную карьеру. И сегодня его можно каждый день лицезреть в программе «Утро». Аркадий – ведущий популярной рубрики. Приветствую всех, кто знает, что такое строительство, ремонт и отделка. Вы смотрите рубрику «Строительные слова». Невероятное сходство Аркадия с харизматичным Быковым не осталось незамеченным. Наш коллега был единственным представителем Татарстана, который принимал участие на фестивале юмора и пародии «Большая разница». И как вы думаете, кого он пародировал? Аркадий Томилов, Казань, Россия. Встречайте. Че это? Че это? Скажите, Иван, где это вы видели, чтобы в наших больницах коридоры были шире каталки? Да я сам недавно звонил в Горздрав, говорю, можно нам в отделение хотя бы кофейный аппарат поставить, чтобы врачи на дежурствах не засыпали? А мне говорят, чтобы врачи на дежурствах не засыпали, существует День пограничника, День десантника, Новый год и все пятницы. И, наконец, первое место. Конечно же, доктор Грегори Хаус. Талант, гениальность, нетипичный ум, язвительно ядовитая и при этом остроумная манера общения сделали Хауса самым популярным кинодоктором. У него клаустрофобия? У тебя клаустрофобия? Можно мне ручку, чтобы все записать? Параноик. Ясно. В нашем городе также есть свой не менее гениальный врач. Это профессор, врач-невролог Якупов Эдуард Закирзянович. Доктор, который постоянно развивается, профессионал с большой буквы, с отличным чувством юмора, неиссякаемым кругозором и который, так же как Хаус, не боится ставить диагнозы и помогать пациентам с непростой историей болезни. Единственное отличие – Эдуард Закирзянович со всеми своими пациентами невероятно тактичен и вежлив. Теперь, как и обещала, расскажу вам, при помощи каких напитков можно утолить жажду в жаркие летние дни, когда из-за высокой температуры организм быстро обезвоживается. Итак, напиток номер один – вода с лимоном. Обычной водой сложно напиться, а лимонные аскорбиновые кислоты повышают слюноотделение. Таким образом уменьшается сухость во рту и жажда уходит. Пить такую воду нужно не ледяной, а слегка охлажденной. Поверьте, такой напиток лучше магазиновой лимонады, в котором слишком много сахара и пищевых добавок. Напиток номер два – горячий чай. Именно так. Многие про это слышали, а я вам объясню, почему горячий напиток лучше утоляет жажду. От него расширяются сосуды, вы потеете, а с потом уходит и избыток тепла. За счет этого организм остывает. Именно поэтому в 40-градусную жару в Туркмении пастухи пьют горячий чай. Берите с них пример. Но будьте осторожны, не обожгитесь. Что делать при детских ожогах, узнаем прямо сейчас. А потом продолжим говорить об остужающих напитках. Лето. Благодатная для ребенка пора. И одновременно самое распространенное время года для детского травматизма. Ребенок может получить травму на улице, на даче, на отдыхе, в детском саду. И наиболее часто детский травматизм связан с появлением ожогов. Ожог – это повреждение тканей, возникшее вследствие высоких температур, химических реагентов, ионизирующего излучения или электрического тока. Ожоги подразделяются на 4 степени. Первая, вторая, третья, четвертая. При первой степени возникает легкое покраснение, зуд, болезненность. При второй степени появляются пузыри с прозрачным содержимым. При третьей степени возникает струб, глубокое повреждение ткани. И при четвертой происходит обугливание. В детском возрасте верхний слой кожи развит не полностью. Он очень тонкий. И активные солнечные лучи могут с легкостью обжечь кроху. На втором месте стоят бытовые ожоги. Например, ребенок дотронулся до печки в бане или облился горячей водой. Необходимо промыть очаг проточной холодной водой и затем нанести косметическое средство с выраженным лечебным эффектом. При выборе косметического средства при легкой степени поражения необходимо руководствоваться прежде всего безопасностью косметического средства. Покупать его необходимо прежде всего в аптеках. Состав косметического средства желательно выбирать с растительными компонентами. Масло жажаба, экстракты череды, грецкого ореха, пантенол снимают воспаление, раздражение, уменьшают боль и зуд. Также необходимо обращать внимание на форму косметического средства. Прежде всего необходимо выбрать крем. Категорически запрещается наносить на очаг поражения какие-либо спиртсодержащие препараты, масла, анилиновые красители, йод. Все эти правила действуют только в том случае, если ожог не сильный. Если же ребенка поднялась температура, появилась цешнота на коже волдыри, то нужно срочно обращаться к доктору. Но самое главное, в любое время года и особенно летом важна профилактика ожогов. Необходимо строго соблюдать правила обращения с огнем. Все электрические провода должны иметь изолирующую обмотку. Розетки в доме, где живет ребенок, должны иметь специальные заглушки. Все химические вещества должны храниться в недоступном для детей месте. Необходимо дозированно находиться на ярком солнце. Всегда используйте солнцезащитные средства для детей. Лакри – это противовоспалительная негормональная серия средств на основе натуральных компонентов для ухода за кожей. Не содержит гормонов, отдушек и красителей. Гели, кремы, эмульсия и бальзам для губ Лакри разрешены к применению у детей с рождения. Продукция продается в аптеках города. Все-таки лучшее средство от ожога – не обжигаться. Те родители, чьи дети получали подобного рода травмы, знают, сколько болей и страха испытал их ребенок. Что ж, продолжим говорить о напитках, которые способны утолить жажду в жару. Под номером 3 у нас идет слабо газированная вода. Почему именно она? Углекислота раздражает вкусовые рецепторы и вызывает сильное слюноотделение. Поэтому жажда уходит. Правда, следует учитывать направленность воды. Для ежедневного потребления подходит столовая, но ни в коем случае не лечебная. Продолжит программа сюжет про самое волнительное и трогательное обследование для будущих мам. После чего расскажу вам о еще одном напитке. Беременность – один из самых счастливых периодов жизни, в котором женщина становится особенно привлекательной. Во время беременности возникает множество вопросов, связанных с рождением будущего малыша. На многие из них сегодня помогает ответить один из самых безопасных методов обследования – это УЗИ-диагностика. По официальному приказу Минздрава Российской Федерации, все беременные женщины должны проходить УЗИ трехкратно. Первый срок – это 10-14 недель, второй срок – это 20-24 недели, и третий – это 30-34 недели. Первое ультразвуковое исследование в 10-14 недель проводится трансвагинально, то есть мы смотрим женщину через лагалище. Мы можем определить маркеры хромосомных заболеваний, который у нас тоже обязателен по приказу Минздрава – это расширение воротникового, так называемого, пространства, который может быть маркером хромосомной патологии, такой как болезнь Дауна. Второе и третье обследования проводятся через живот. УЗИ на сроке 20-24 недели является также важным. Уже видны практически все органы плода и пороки развития. При выявлении патологий, несовместимых с жизнью, еще возможно прерывание беременности. В сроке 30-34 недели. В эти сроки мы смотрим, как ребеночек развивается дальше. Если мы пропустили какие-то пороки, значит, мы обязаны, в общем-то, обязаны их увидеть. Это же исследование позволяет прогнозировать, как ребенок перенесет роды. Мальчик или девочка – вопрос, который волнует практически каждого родителя. Хотя, конечно, главное – здоровье будущего ребенка. Беременная женщина не должна приходить на ультразвуковое исследование самостоятельно. Если доктора что-то настораживает, то только в этом случае назначаются дополнительные осмотры. Ультразвук – это звук специальной диагностической частоты, который в тех объемах, которые мы его используем при ультразвуковом исследовании, он практически безопасен. Бояться не нужно, и, в общем-то, это совершенно не доказано никакого повреждающего действия на плод. УЗИ четко показывает динамику развития плода, пороки развития, обвитие пуповиной и другие патологии. Также ультразвуковое исследование может проводиться практически при всех заболеваниях. У взрослых и детей четко видны опухоли, воспалительные процессы, камни, структура органов. Ультразвуковое исследование позволяет судить об успешности лечения. Формула здоровья – это медицинский центр для всей семьи. К вашим услугам – консультации гинеколога, уролога, лора, терапевта, флеболога, УЗИ сердца и сосудов, 3D и 4D УЗИ, анализы 570-58-88. Ну а сразу после короткой рекламы побываем в гостях у врача-невролога и узнаем, так ли безобидна боль в спине. Благотворительный фонд «Июль» приглашает коммерческие организации и частные лица всех неравнодушных принять участие в добрых делах. Вместе мы сможем сделать больше. Здравствуйте. Здравствуйте. Как доехали? Все хорошо, спасибо. Идемте. Встреча с вами. И сейчас я нахожусь в гостях у Шагиевой Зиляры Рахимовны. Зиляра Рахимовна вот уже более 8 лет занимается лечением болезни позвоночника. И сегодня мы не просто расскажем, как лечить грыжу диска, остеохондроз, радикулит, но и наглядно продемонстрируем некоторые методы. Согласись, что просто невозможно радоваться жизни, когда не поворачивается шея, но и от спина болит позвоночник. А сколько тяжестей приходится поднимать в течение дня. Ребенку, сумку или что-то другое. Нагрузки на позвоночник порой так велики, что он просто их не выдерживает. Зиляра Рахимовна, на мой взгляд, практически каждый второй человек сталкивался с невыносимой болью в позвоночнике. Когда невозможно разогнуться или повернуть шею. Почему это происходит? Откуда вдруг, рано или поздно возникает эта боль? Позвоночник является стержнем организма, он несет на себя самую большую нагрузку. Причин возникновения заболевания позвоночника много. Это наследственность, травмы. Больше всего нагрузка это за счет неправильного образа жизни. Тяжелый физический труд, неправильно подобранное рабочее место. У детей это неправильно подобрана высота парты. Малоподвижный образ жизни. Я имею в виду слабые мышцы спины, которые неправильно держат спину. И при любом движении возникает боль. Сначала незначительные, затем нестерпимые, не дающие вести нормальный образ жизни. А правда, что если человек будет самостоятельно лечиться, допустим, при помощи согревающих мазей, то он только собственноручно навредит себя? Абсолютная правда, занимаясь самолечением, пациент приводит заболевание к хронической форме. Или приводит к страшнейшим последствиям, это уже операция. У меня есть пример. У меня была недавно на приеме пациентка, 35 лет, учитель. Она пришла с нестерпимыми болями. Начиналась проблема более 5 лет назад. Она как-то переносила кирпичи в мете с мужем. Боль была сначала незначительной, потом усиливалась. Она занималась самолечением, принимала мази, уколы, таблетки. Однажды просто она мыла полы и не смогла разогнуться. В таком состоянии она пришла ко мне на прием. На лечение я ее взять не смогла, хотя у меня огромный арсенал методов лечения. В связи с тем, что это все, это уже операция. Время упущено. Диляра Рахимовна, я правильно поняла, что самое главное – это не избавиться от боли, хотя это тоже, конечно, немаловажно, а устранить ее причину? На этом примере я показала, что боль бывает незначительной, к чему она может привести. При необращении внимания на боль это грозит операцией. Операция – это очень большие риски, никаких гарантий. Пациенты более одного года восстанавливаются, соответственно, в это время не могут ни работать, ни вести нормальный образ жизни. Я предлагаю не затягивать и перейти к тому, ради чего, собственно, вы меня сюда сегодня и пригласили. Я думаю, телезрителям тоже будет интересно вместе с нами пойти и посмотреть, как проводится диагностика заболеваний позвоночника. Да, Елена, сегодня мы как раз договорились с пациенткой, которая любезно согласилась поучаствовать в нашей съемке. Пойдемте? Пойдемте. Во время программы и после нее для вас работает телефон обратной связи 555-6-333. Задавайте свои вопросы. Мы будем рады вам помочь. Задавайте свои вопросы. Задавайте свои вопросы. Какие жалобы? Вы знаете, доктор, у меня очень болит поясница, особенно когда при движении ходишь, прям стреляет в ногу. А боли у вас давно возникли? Как долго болеете? Ну, вы знаете, очень давно, просто никогда не лечилась. Такими пользуюсь, мазями просто обезболивающими, которые есть в аптеке, а к докторам не обращалась. После проведения визуального осмотра и магнито-резонансной томографии пациентке был поставлен диагноз – грыжа диска поясничного отдела. И подобрана индивидуальная программа лечения, которая включает в себя остеопатию, рефлексотерапию, активный кислород и изометрическую кинезиотерапию. Обычно страшно идти к врачу, когда не знаешь, что тебя ждет. Теперь, я думаю, наши телезрители, те, которых мучают боли, обязательно пройдут обследование. А прямо сейчас вы увидите опасные симптомы, которые должны привести вас в кабинет к врачу-неврологу. Опасные симптомы – боль в спине, прострелы, онемение, головокружение, шум в ушах, мелькание мушек перед глазами, головные боли. Продолжение следует... Иглоукалование – один из наиболее эффективных методов лечения проблем позвоночника. При иглоукаловании оказывается такое воздействие, как аналгетическое, то есть противоболевое, противоотечное, противоспазматическое. Именно эти процессы включены как раз в заболевание и составляют как бы порочный круг, который поддерживает боль. Иглоукалование позволяет снять явление отека, болевые ощущения, спазмы, и благодаря этому восстанавливается кровообращение. Ну, то есть после этого происходит восстановление как бы, и у пациента улучшается самочувствие, снимается боль. На первый взгляд кажется, что это очень болезненная процедура. Впрочем, давайте поинтересуемся у пациентки, что она чувствует. Ну, как ощущения? Ну, вы знаете, абсолютно не больно. Даже никакого дискомфорта я не испытываю. Во время программы и после нее для вас работает телефон обратной связи 555-6-333. Задавайте свои вопросы. Мы будем рады вам помочь. Диляра Рахиевна, было очень интересно посмотреть на все собственными глазами. Сегодня мы смогли увидеть процедуру иглоукалывания. Расскажите, а какие еще существуют методы лечения заболеваний позвоночника? Используется комплексное лечение, которое быстро, эффективно и в кратчайшие сроки избавляет от этой проблемы. Применяются такие методы, как мануальная терапия, остеопатия, герудотерапия, рефлексотерапия, фармакопунктура, активный кислород, лечебная физкультура, пассивно-суставная гимнастика и изометрическая кинезиотерапия. Хорошо. А если я спрошу конкретно, боль в спине как результат грыжи диска? Насколько я знаю, грыжи диска оперируют? Да, оперируют, но это должен быть шаг отчаяния, когда другие методы совершенно не помогают. Бывает, что пациенты приходят после операции с такой же болью. То есть операцию провели, грыжу удалили, боль осталась. То есть возник рецидив. Надо лечить не следствие, это грыжу, а причину. Надо лечить позвоночник. Диляра Рахиловна, огромное спасибо за интересную и полезную беседу. Если будет возможность пригласить меня еще раз и показать какие-то другие методы лечения, я с удовольствием приеду. Ну а мы продолжим сразу после небольшой рекламы. Во время программы и после нее для вас работает телефон обратной связи 555-6-333. Задавайте свои вопросы. Мы будем рады вам помочь. Напомню, что с вами обыкновенные рецепты здоровья и вот еще напиток, который спасет вас от жажды летом. Это квас. Углекислота и аминокислоты, содержащиеся в нем, разжижают кровь, в результате чего улучшается кровообращение во всем организме. И поэтому он быстрее насыщается влагой. Лучше всего утолять жажду квасом, приготовленным дома. Тот, что продается в магазинах, содержит слишком много сахара и добавок. И наоборот, может усилить желание пить. Итак, вода с лимоном, горячий чай, слабогазированная вода и домашний квас. Это самые лучшие летние жажды утолители. Пейте их и будьте здоровы. А продолжит программу новости. Здравствуйте! Минувшая неделя, как обычно, порадовала огромным количеством новостей из мира здоровья. О самых интересных прямо сейчас. И ровно за одну минуту разработан тест, позволяющий выявить рак без осмотра. Ученые совершили прорыв в области диагностики рака толстой и прямой кишки. Теперь его можно выявить с помощью анализа крови. Но, безусловно, прежде чем рекомендовать новый тест, специалистам необходимо окончательно подтвердить его бесспорную эффективность. Ученые рассказали, какими станут люди через 100 тысяч лет. Американские специалисты создали гипотетический портрет человека будущего. Мозг станет больше, из-за чего увеличится и череп. Однако наиболее существенные изменения произойдут после выхода землянина за пределы Солнечной системы. Из-за нехватки света глаза станут огромными, как блюдца. Некоторые ученые прогнозируют отсутствие зубов и уменьшение пищеварительных органов, а также удлиненные конечности. А еще, благодаря развитию генной инженерии, люди смогут сами выбирать внешность своих детей. Ну что ж, поживем-увидим. На этом у меня все. Берегите себя и будьте здоровы! На этом обыкновенные рецепты здоровья исчерпаны. Наша редакция еще раз от всего сердца поздравляет всех медработников с их праздником и говорит спасибо всем людям в белых халатах за их высокий профессионализм и подчас бескорыстный труд, позволяющий спасти две бесценные вещи – здоровье и жизнь. Напомню, что посмотреть нашу программу и записать все важные номера вы можете на сайте телекомпании «Эфир» и в нашей группе ВКонтакте. Счастливо! Студия декора и флористики «Шифа» – искусственные растения и эксклюзивные предметы интерьера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова